Наконец получил деньги. Дом скоро будет как новый. Приятно, что сдержал свое слово ММ. ММ? Главное, что не МММ, а то бы слово не сдержал явно. Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, мы продолжаем играть в GTA 5. И тут бедняга... Как там его зовут? Лестер, по-моему. Бедняга Лестер просто уже разрывается от нетерпения. Он мне звонил за последнее время раз пять. Я решил просто покататься по городу. О! Я как раз хотел сказать, сейчас он позвонит снова. Давай. Привет, Лестер. Майк, я перевожу долю за ювелирный магазин на твой счет. Мадраса уже получил деньги. Насчет этого можешь не париться. Слава богу. Так, у меня такое ощущение, что этот диалог уже был в конце прошлой серии, если я не ошибаюсь. Но это было так давно, что я, кстати, не уверен. Суть-то в том, что что-то как-то она у меня давно выходила, эта игра, реально. Я уже давно в нее не играл. Я уже не... Мне уже самому... Мне как-то вот реально непривычно сидеть в нее и играть так давно в нее не заходил. Давайте, наверное, знаете что? Давайте попробуем съездить на вопросительный знак. Так, вопросительный знак. Мы сейчас играем за Майкла, правильно? Майкл это у нас, кажется... Я могу ошибаться, но, по-моему, Майкл это у нас синенькие значки. То есть за Тревора у нас оранжевые, за Франклина у нас зеленые, а за Майкла у нас, по-моему, синие. И вот как раз вот этот вот вопросительный знак, вот синенький такой, он находится вот где-то там, куда мы едем. Теперь вам доступна летная школа. Зашибись, не хочу. Я после Сан-Андреса не хочу в лет... Ой, че-то возьми. После Сан-Андреса вообще как-то не тянет особо, честно говоря, в летную школу. Так, хорошо. Тут мы проезжаем. Это все еще, наверное, не скоро, да? То есть... Стойте! Вообще-то я тут вспомнил. Мне кто-то написал в комментариях, что можно проще сделать, приехать на такси туда. Давайте попробуем поймать такси. Вот надо нажимать Е, и он свистнет, если таксиста увидит. А тут... А тут и нету никого нихрена, да? Вот как назло. Я, то есть, вылез неудачно. Надо было вначале, наверное, доехать, найти такси, а потом попытаться его поймать. Блин, я... Придется угонять автомобиль очередной. Давайте угонять автомобиль, искать таксиста тогда в таком случае. А может быть, я могу вызвать такси? Вот мне, кстати... У меня же есть мобильный телефон. А ну-ка, вот это... Давайте попробуем. Наконец получил деньги. Дом скоро будет как новый. Приятно, что ты сдержал свое слово. ММ. ММ. Главное, что не МММ, а то бы слово не сдержал явно. Как тебя сбросить, Мартин? О, Мартин, Лестер. Смотрите, давайте попробуем. Контакты. Интернет. Контакт. Какие контакты у нас есть? Дирижабык Дэйв. Даунтаун Кэп Гоуд. Давайте вот позвоним ему. Он, наверное, сейчас приедет сюда, правильно? Так, никуда не уходите. Один из водителей совсем рядом. Прямо совсем рядом. Вот, значит, мы вот здесь вот сидим и ждем, да? И он прямо сюда подъедет, вот в это вот место. Смотрите, так и есть. Действительно совсем рядом. Это Америка, ребята. Что вы хотите? Тут все... Как туда садиться, кстати? По-моему, надо зажать F, если я не ошибаюсь. То есть не просто его... Ты можешь, блин... Ты куда, придурок? Эй! Ты чё, куда поехал? Стоять! Ты чё, твое... А чё он поехал-то, дебил? Чё, не видишь, что ли, я за тобой бегу? Как тебе сесть? Нажмите F и удерживайте. Да, вот, пожалуйста. Ты чё его выкинул, блин? Ты нахрена его выкинул? Теперь... Заняться перевозкой пассажиров. Да ёлки! Твою мать! Что делал? Кто-то мою машину, что ли, угнал? Пока я угнал таксиста, или что? Я понять не могу. Или это не моя была? Да, давайте ещё раз пробуем. Контакты. Так. Левую клавишу мыши, да? Даун-танг-кэп. Ещё раз пытаемся. Таксист вызывает такси. Сейчас мы справимся. Я уверен, у нас получится. Чё ты его выбросил-то? Такси подъедет через... Через пару минут, он сказал. То есть на этот раз водитель не совсем рядом, оно уже через пару минут подъедет. Но я, может быть, надеюсь, что это одно и то же. Я, может быть, надеюсь, что... Смотрите, вроде едет кто-то сюда. Это таксист или нет? Ни хрена не понятно. Вроде бы нет, не похож. Нет, это какой-то непонятный автомобильчик. Очень такой стрёмного типа, надо признать. Вот. Вот это... Нет, тоже не такси. Да что такое, а? Блин. Такси! Где ты? Мне сказали, что ты сейчас подъедешь через пару... Ну чё, реально, две минуты стоять, тут круги наворачиваем? Чувак! Ты это, не можешь таксистом поработать? О! Что это он искал? Ну, он обои вызвал. А ну-ка! Почему ты до сих пор дышишь, говорит? А кому ты свистнул? Ты ему, что ли, свистнул? Я не понимаю. Где моё грёбанное такси? Оно никогда не подъедет, если так дальше пойдёт. Может быть, игра засчитала вот эту такси за такси? Я не... Ну, мне тогда водитель нужен. Да чтоб тебя, а! Ну, что ж такое? Ну, не получается и всё. Не могу, блин, просто такси вызвать, как нормальный человек. Выйдите из автомобиля, пожалуйста. Блин, я поеду отсюда. Нахуй. Я использую твою машину, сказал. Майкл сел и будет её использовать. Хоть так езжай. Я не знаю, но не получается. Я... Там нужно было зажать клавишу F, чтобы он сел в автомобиль. Я зажал, он не сел. Он его взял и выбросил. У Майкла просто эти криминальные его наклонности. Он как бы не может себя сдержать, по-видимому. Совершенно. Давайте попробуем доехать. Так, чёрт его знает. Что там за вопросительный знак? Мне же интересно. Мне интересно, что ещё за миссии есть, помимо основных. Мне рекомендовали их проходить. Так. Не... Блин. Мне, блин, рекомендовали их проходить, помимо... Стой. Давай-ка вот сюда вот объедем. Помимо основных, что они... Они прикольные вроде как. И писали. Особенно у Тревора прикольные. Ну, у Тревора тоже... Мы у всех рассмотрим. Помаленьку, я думаю. Хотя, блин, у меня так часто в последнее время получается выкладывать эту игру, что я уже ни в чём не уверен. Не, ну, она в любом случае будет пройдена до конца. За исключением каких-то таких моментов, как у меня, знаете, там... Мало ли, сотрётся она магическим образом с компьютера. Или, там, например, сохранения полетят. Тоже каким-то чудом. То есть, единственное, что помешает мне пройти до конца, это форс-мажор. Какой-нибудь. Почему ты вышел из автомобиля? Я не нажимал F. Да что происходит? А! Могу лишь сказать, хватит. Вижу, эти упражнения успокаивают вас так же, как и мою жену. Не, я не хочу с тобой спать. И меня не волнует, что мне 39, я не замужем. Совсем не волнует. Эй, полегче. Да куда уж легче. Вообще, пошёл в жопу. Всё в порядке? Абсолютно. Просто идите нахер всем. Я бегаю. Ну, кажется, чем-то расстроен. Я всё равно могла заставить тебя глотать пыль. О, больно. Эй, эй, лапочка. Я в школе в футбол играл, понятно? Кв? Уотербэк. Сборная команды. Ладно. Только инфаркт не схвати. Что, мне бежать за ней, что ли? Э! Э, а как? Бег по внешнему носу, дальше бежать с коренем. Если вы выдохнете во время бега, начнёт снижаться уровень здоровья. Давай на перегонки до пляжа, мистер жирные титьки. Даже не знаю, что смущает больше. Леша, вообще-то у тебя не лучший прикид для кардио. Это ж бег, какой тебе нужен прикид-то? Мне кажется, что за мной бежит мой ужасный дядя. А чё вы с ним, ровесники? Вообще-то это бы многое объяснило. Да пошёл ты в жопу. Чё такая злая? Я не злая, я тренируюсь. Да уж, я вижу. Так, ну он же сейчас у меня начнёт выдыхаться и сдохнет, наверное. Бежим по дороге прямо повстрече. Уж надо было догадаться, что ты ненормальная. Пространство, завою его. А, он меня обгоняет. А, пошла вон. Не, не, да будем срезать углы. Пошла вон. Мы уже немножко потеем, кстати, я заметил у него по майке, судя. Но это не страшно. А, вот сюда надо. Смотри, всё, тут не обгонят по-любому. Сдавайся, пока удар не хватил. Ты чё так, ты чё медленно так бежишь, чувак? Беги быстрее. А чё он так замедлился здесь? Я не понимаю. Ты превратила свою жизнь в кошмар. Он у меня сдыхает. Тут, наверное, нужен больше уровень выносливости просто. Он... Не, ну, кстати, вы знаете, в какой-нибудь вот Vice City, я помню, он бы уже выдохся давно. Всё ещё считаешь себя квотербэком. Что у тебя с лестницами за проблемы, придурок ты, блин? Быстрее, давай. Нас вот сейчас женщина обгонит. Опозорим мужской род, Майкл. Ну, я-то думал, что у меня проблемы, но ты подарила мне надежду. Как они ещё триндеть успевают при этом? Я бы уже сдох. Я тебя поимею. Кабинет моего психоаналитика рядом. Дай знать, если станет не в моготу, окей? Чёрт, как же её обогнать-то, а? Уже финиш. Уже финиш у меня не получится. Нет, у меня получится. У меня есть шанс. Как минимум. Давайте попробуем. Оп, ой, ой, в самом конце. Не, 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 чуваки, отойдите. Да, да. Неплохо, а? А, чёрт с тобой. Я не переключалась выше второй передачи. Уже намотала 10 тысяч. Да, для победы все средства хороши. О, как бьётся сердце. Вот дерьмо. Да пошёл ты! Радуйся, что я сейчас работаю на низких нагрузках. Я хотел на него сесть вообще-то. Я его заприметил, хотел на него сесть. Выполнено. Бег от себя. Майкл. Ой, я собаку чуть не... А, ну, подождите, а если на собаку натыкаться, она будет на меня гавкать? Не, он бегать не может сейчас. Потому что написано выполнено. А, расширить. Претендент. Совершение 100%. Далее. Так, всё. Давайте догоним собаку и попробуем в неё врезаться и посмотрим, что будет. Ну-ка. Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав! Что, воу? Ой, извини, чувак. Чуть тебя не врезался. Ну, мне бы вообще такси не повредило. Давайте попробуем всё-таки... Блин, в кой-то веке. Ещё раз сейчас. Вызовем контакты. Контакты. Даунтаун Кэп Го. Отвезите меня куда-нибудь. Здрасте. Можно заказать такси? Никуда не уходите. Один из водителей совсем рядом. Это хорошо. Он не сказал ждать пару минут, которые выливаются, как правило, в 10-15. Водитель рядом. Давайте его подождём. Сейчас приедет, наверное. И сейчас я буду внимательно считать. Может, я как-то неправильно что-то нажал, и там надо как-то по-другому действовать. Водитель. Товарищ водитель. Ты где? Совсем рядом, говорит. А может, он туда куда-то подъехал, например? Может, он сюда заехать и не может? Вот в эту вот жопу. О, смотрите, таксист. Давайте. Давай, Е. Нажимай. Останавливай. О, отлично. Так, смотрим внимательно. Смотрите. Нажмите F, чтобы сесть в такси на пассажирское. А, и удерживайте, чтобы угнать. Всё наоборот. Всё наоборот я сделал. Тревор. Либо к Тревору. Ну, я не знаю. А если поехать к самому Тревору? Ну, это мы, получается, поедем к нему... Не к нему, а к его дому. Его там может не быть. ФБР. Обсерватория. Ярмарочный аттракцион. Тоня. Чудаки и прочие неприятности. Это всё относится к Тревору. Это относится к этому самому... Как его? К Франклину. Психиатр. Блин, к психиатру можно поехать. Ну, ладно. Будем... Подействуем, пожалуй, вот так. Давайте. На ФБР. Пропустить дороже. Энтер. Снова водитель, по-видимому, накачивает нас морфием. Поэтому получается дороже. Морфий стоит денег. Поэтому мы пропускаем. Судя по-видимому, мы уснули в это время. Мы как-то долго пропускаем. О, всё. Смотрите. Итак, штаб-квартира ФБР. Где-то рядом. Вот она. Так, это подождите. Это... Это знаете что? Это, по-моему, в Сан-Андресе это называлось обсерваторией. Вот это место. То есть... А, здесь она, по-моему, также может называться. А, и там Тревор, кстати, нет? Не-не-не, Тревор дальше. Он там по миникарте. Дальше-дальше. Вот куда-то сюда мне нужно. И что меня здесь ждёт, спрашивается? Не понял. Я не понял, зачем я сюда приехал. Наверное, надо обходить. Ну, давайте обходить, хорошо. Посмотрите, какой отсюда чудесный вид. Прямо на голливудские... Ну, вайнвудские холмы. Давайте просто посмотрим на всё это дело. Ой, извините, ребята. Да, вот это прелесть, а. Посмотрите, какой там шикарный особнячок с бассейном. Чёрт возьми. Вот она Америка. Вот она Калифорния. Ну что? Сейчас подойдём к Б. Кто такой Б, кстати? Какой-нибудь Брюс? Билл? Бакстер? Кому мы вообще пришли, я не пойму. Где он? Он внизу, что ли? Я не понимаю, блин. Куда мне нужно направляться-то? Что за чёрт? А, смотрите, лестница. Лестница. Давайте по лестнице спустимся. Так. Давайте. О, вот. Б. Ты Б? Нет, ты не Б. Да кто ж тут Б? Где тут Б? Сюда тоже нельзя. No access. Ну, смотрите, я прямо пришёл вот, прямо под эту вот Б пришёл. Я не понимаю, чего требуется вообще. Чувак, что я... Зачем я сюда пришёл? Не подскажешь? Нет? Не, он не хочет со мной общаться. Он, наверное, думает, что я псих. Ну, давайте, хорошо. Попробуем тогда, знаете, как поступить? Мы можем попробовать залезть куда-то вот на самый-самый верх. А, ну, наверное, да. Наверное, в этом и прикол. То есть, нужно залезть, пройти куда-то сюда ещё. Тут же разветвляющиеся вот эти ходы всё. Ты Б? О, вот Б. Отлично. Дэйви. Привет, как оно? Как и можно было ожидать. Но обстоятельства скверны. Не понимаю, о чём ты. Я знаю, что ты замешан в деле с драгоценностями. Дэйви, серьёзно, у тебя, по-моему, галлюцинации. Да пошёл ты в жопу. Ладно. Это сделал я. Арестуй меня. И этим ты спасёшь мне жизнь. Потому что иначе она скоро закончится, мудила. Почему? Сам знаешь. Тревор. Пару дней назад. Мы, в общем, ни о чём не говорили. Но если он начнёт... Нет, когда он начнёт? Расспрашивай, почему твой труп не грызут черви к югу от канадской границы? О, у нас проблемы. Да что ты говоришь? Мы вляпались. Вместе. Так что... Если твои проблемы... Это и мои проблемы. Это, наверное, значит, пожалуй... Что мои проблемы... Как бы и твои проблемы. Какой ты хитрожопый. Сейчас будет разводить меня на что. А если я потеряю работу? Что если кто-то зайдёт в мой офис и начнёт читать файлы? Узнают, чем я занимался. А я многое знаю. Могу договориться. Получить пять лет. А ты? Пошёл ты, сволочь. Ты неблагодарная. Это благодаря мне ты сделал карьеру. Ну... Значит, спасать её нужно вместе. Нельзя допустить, чтобы всё рухнуло к чертям. Алчный ты, ФБРовец. Что тебе нужно? Есть один парень. Фердинанд Керимов. Управление говорит, что он умер. Мы в бюро считаем, что это туфта. Нам кажется, его где-то допрашивают. И чё? Ну, похоже, у него есть сведения, которые выведут из игры меня и моё начальство. Эти суки из управления блокировали офис Коронэра, блин. Нам нужно, чтобы ты идентифицировал труп. Ну и каким хреном я туда попаду? Ну, тебе ведь уже приходилось играть, Роджи Мурика. Связался я с Гондоном просто. О, Майк, ты мне всегда нравился. Как проснёшься, позвони. Значит, сейчас мы окажемся сразу там. Я так понимаю, да? Ну что ж. Чё тут у нас? Джон Доу. Белый. Избыточный вес, под 50. Скорее всего, инфаркт. Давай глянем. Да будет свет. Жировые отложения на бёдрах и животе. Любил кровавые бургеры? Есть шанс найти парочку в желудке. Не развернутый. А, видишь, лопнувший капилляр на носу? Алкоголик. Даже боюсь представить, в каком состоянии печень. А всё ещё думаешь, что ему засорг? Выпивка преображает. Да он ходячая реклама здорового образа. Врати внимание на свет зубов и пальцев. Курильщ. Пачка в день, может, ещё и сигары. Жил так, словно завтра конец света. И тут он был прав. Некоторые люди считают себя бессмертными. Но потом залезают на девочку и хлоп. Боль в груди. Вот девахта была счастлива, наверное, с такой туши, а? Держу парю, у неё камень с души свалился, когда он окочурился. Неприятный разговор с супругой. Наверняка за молчание пришлось заплатить. И все в профите. Проигрыш только неудачники, которым придётся его вскрывать. Вот этого не надо, ребята. О, боже! Я вас встал из мёртвых, сукин сын. Чё, убьём его сейчас, что ли? А, не, он его как-то оглушил, наверное, мне кажется. Чё-то нажал там на какую-то срань. Я не знаю, я не очень силён прямо в анатомии. О, надо сделать немного поярче, а то мы в тёмном морге. Выходите с поднятыми руками. Чувак, кто так на зомби-то нападает? Тебе нужен какой-нибудь, я не знаю, может, в другой комнате. Может, какой-то дробовик, чтобы сразу голову разнести. О, давай сейчас на него нападём. Так, выходи. Как там убивать? F надо нажать или что? Или левую клавишу мыши? Левую клавишу мыши. Обыщите морг и найдите тело. Ну, как бы, вот это, наверное, не оно, да? О, давайте вот это тело обыщем, блин. Этот не похож. Да, потому что женщина, наверное. Или это не женщина? Не, ну, вроде бы он грудь. Хрен его знает. А это? Похоже, не стоит судить о туфле-побирке. Ну и что? Да и в соединении. Как голуб какой-то, вроде. Я нашёл бирку с именем Фердинанда Керимова. Она была на трупе толстой негритянки. Э, точно не ваш парень. Ладно, управление закрыло нижние этажи во избежание утечки информации. У меня есть человек, который может вырубить электричество, чтобы прикрыть твой отход. Но тебе придётся подняться вверх по лестнице, так или иначе. Так, хорошо. Сейчас мне что-то будут прикрывать, открывать. Куда идти-то? Ой, блин. Эй, ты не с места. Руки вверх. Выберите все здания. Как спрятаться-то от него? Он меня видит, не видит? У меня оружие есть. А, смотрите, у меня боевой пистолет. Так, привет. Умри, пожалуйста. Молодец. Хорошо. В принципе, да, я же взял у чувака тогда оружие, поэтому у меня сейчас с собой оружие. Всё логично. Так, давайте-ка. А, так я и знал, что сразу, сразу какая-то сволочь там будет светить. А, блин, только-только я. Занимайтесь своими делами. Он как-то это даже пропел, так или мне показалось? Наверное, показалось. Наверное, это я пропел, потому что я... Потому что я пивун. Блин. А ну, умри. Спасибо. Шкала обозначает уровень спецспособности. А ну. Макс Пейн. Бабам. 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 Какая прелесть. Тут ещё. Вроде бы всё. Давайте-ка отменим. Отходим. О, чёрт. Да что вас так дофига? Майкл, как это он погиб? Я только, блин... Ну да, у него как бы одна голая майка, не брони ничего. Давайте повторить. Чё-то я погибаю часто в этой игре, я заметил. Она, вроде бы, не сказать, что особо хардкорная, но я вот погибаю. Наверное, я лошарой не умею играть. Так. Опять, опять бежит какая-то сволочь. Ого-го, как это было красиво. Главное, он ещё успел под конец так в меня выстрелить. А ну, выглядывай, чувак. Давай. Не стесняйся. Ах, почти. Не, получилось. Нормально, получилось. Хорошо, всё, отлично. Давайте теперь к этому углу. К этому углу сейчас нажимаем на капсулу. Нет, не нажимаем пока. Пока не в кого стрелять особо. Не, вот сейчас вот, наверное, надо нажать, а то я сдохну реально. Кто-то ещё... О, вон, бегут, бегут люди, бегут. Ох, ты что? Он там что, с дробовика, что ли? Я не понимаю. Ага. Всё, сделали. Теперь ещё один бежит, козёл. Убил. Убил. Убил! Убил, говорю! Оооо, да, всё. Симфония смерти завершена. Там ещё красная точка была, я видел. На радаре прям. Что, нет? Так, ну хорошо. Чёрт, чёрт с ним. Не будем бояться, не будем, не будем саковать. Возьмём, ну дробовик я взял, кстати, классная вещь. О, чё? Давай, прячься быстрее. Так. Отпустите меня. Говорит, просто отпустите меня. Такой ты хитрый. Так, а ну, дробовик он. Не знаю, чё тут происходит, но я хочу нахрен отсюда свалить. Всё, готов. Ну кто там ещё? Да блин, ты умрёшь уже или нет? Ты достал, придурок. Да он реально достал, он живучий ублюдок. Я сегодня уже один раз умирал. Ещё реплики в тему. Мне нравится, что подбирают реплики. Вы заметили, каждый... Каждой миссии какие-то свои тоже. Так, окей. Аккуратно будем себя вести. Вот туда вот я могу как-нибудь пройти. О, да там мудак какой-то, блин. На! Это выход? Ну, будем надеяться. Потому что если нет, то нам как здесь. Тут где-то аптечка какая-нибудь есть или что-то в этом роде, я не знаю. Чё ты стулья за собой таскаешь? Я за аптечкой пришёл. Мы вроде как в морге, я не знаю, в больнице, в чём-то таком. Тут что, нету аптечки? Блин. Ничего там. Золотаться как-то, я не знаю. Ни хрена нет. Ни хрена не могу найти. Так, давайте ещё. Вынос... О, выносливость повысилась. Какая прелесть. Качать выносливость в морге. Это в стиле Майкла, да. Ну, я ничего не нахожу. Вроде обычная комната в ней ничего не... О, молодец. Ты ещё и расхерачил, блин. Мы работаем на правительство стоять. Ну, работай, да. Так, а есть патроны-то? Да, есть. Поверьте, мне правда не важна. Ну, как же его убить-то? Этого козла? Вы видите, а? Вы видите, что происходит? А, ну вот так можно, да. Неплохо, в принципе. Он мёртв? Ты мёртв, придурок, а? Так, потихонечку давайте пройдём. О, смотрите, он УЗИшку мне оставил какую-то. Или что-то в этом роде. Не, не сюда, по лестнице. Мне сказал чувак, что надо по лестнице вверх. Вот лестница, вон вверх. Так, Дэйв, Майкл, твоё оружие лежит в чёрном мешке для мусора в хранилище вещдоков на верхнем этаже. Хорошо, отправляемся. Я хочу оружие, чёрт-то. Это просто недоразумение. Это просто недоразумение, в ходе которого мы завалили уже, наверное, 15 человек минимум. Ну, бывают такие недоразумения в жизни сурового Майкла. Вы ж понимаете, ничего необычного особо. В какую сторону мне, блин... А, понятно. Нужно было вставать. Не нужно было, то есть, вставать со стола. А чё, они тут где-то чё-то жрут ещё у них? Тут столы какие-то накрыли, а? Так, верхний этаж... Это не верхний этаж, правильно? Это не самый верхний, потому что есть ещё лестница. И ещё ведёт наверх. Поэтому нам куда-то вообще вон... Оу! Что за бред? Ну как, что за бред? Чувак на тебя шёл, ты его застрелил. Что необычного, я понять не могу. Кто ещё? Вот отсюда кто-то сейчас побежит. Ну, сто процентов какой-нибудь ублюдок. Нет? Не будет этого, что ли? Вы меня удивляете просто. А должно быть. Выберитесь через окно. Ну... Подожди через окно, блин, выберитесь. Тут сейчас народу до хрена будет. Какое окно всрап? Ага, вон, я уже вижу. Вон уже, вовсю. Чё-то так не работает. Как же, блин? Надо какое-то место нормальное, чтобы прикрытие было. Вот, вот так. Пойдёт. Теперь того козла. Где он там? Ага, вот, вот. Сейчас отсюда выбежит, наверное. Не-не, вот оттуда козёл стреляет. Отпустите меня. Так, ну давайте, может быть... Неплохо. Ты умер? Ты умер. Так. Ну кто? Где ещё? Я не понимаю. Так, на миникарту надо смотреть, да? Красные точки, где... О! О, как вовремя я вспомнил про миникарту! Какой я молодец! Я не знаю, что тут происходит, но я хочу свалить отсюда нахрен. Дробовик берём. Сейчас опять вы... Э, ты дробовик-то взял, придурок? Ты почему... Почему ты безоружно идёшь? А, кстати, где точка красная была? Я чё, на него наступил? Я ещё прыгнул, когда отпрыгнул от стены. Я, наверное, наступил на него. Он валялся, тут корчился от боли. Такой звук был. О, о. Это, наверное, он. Что это? А, это подвисание. Это всё нормально. Вот моё оружие, да? Зашибись. Нет, это не оно. Нет, понимаешь? Мусорный мешок был, он его взял. Вот! Вот это я понимаю. Штурмовая винтовка с глушителем даже. Смотрите, сколько всего. 1969 на 30. А теперь мы можем выбраться через окно, да? Он сказал. Так. Давай, проходим. Выстрелите в окно и выберетесь наружу. Хорошо. Без проблем. Давайте выберемся. А куда он сейчас? Куда он сейчас прыгнет-то? О! Эффектно. Эффектный прыжок. Надо признать. О, весь в крови, в говне в каком-то, в мусоре, блин. О, Майкл, ну ты просто молодец, конечно. Уходите от полицейских. Ну, раз уходите от полицейских, то это нам нужно в автомобиль, правильно? Давай, взламываем. Быстрее, чувак, они уже здесь. Они уже приехали по мою душу. Как выехать? А, черт, ты еще... Они меня сейчас еще и не выпустят. Да дай ты, блин, пройти, гандон. На! О, сейчас арестует, блин. Или нет? Нет, не арестовал, смотрите. Ну, хорошо. Красиво, помер. Давайте, энтер, сейчас повторим. Я так понимаю, что нас прямо вот здесь же должны, по идее, сохранить и дальше просто идем. Правильно? Сейчас. Да, уйдите от полицейских, никаких проблем. На этот раз все пройдет лучше. Я на это надеюсь. Смотрите, даже не пришлось там, я не знаю, взламывать, разбивать стекло. Давай, в этот раз нужно правильно проехать сразу. Давай! Фух, проехал, все, отлично. Зашибись. Теперь давайте уходить от полиции. Так, куда мы можем устремиться? Куда-то прямо... Три звезды у нас, да? Ну, три звезды, это, в принципе, это прилично, черт возьми. Стоп, аккуратно, потихоньку, все, объезжаем всех, всех и все объезжаем. Теперь нужно срочно искать какой-то темный переулок, пока мы, собственно говоря, не попались никому на глаза. Давайте вот сюда вот перелезем, например. Мне кажется, вот здесь вот посидеть, вот здесь вот где-нибудь, вот так вот. И нормально. И никто не должен найти. То есть все, сейчас уйдем от полиции, сейчас будет написано победа, молодцы, вы прошли. И так далее. Правильно? Ну, видимо, надо подождать. Видимо, надо просто подождать. Смотрите, как он быстро, кстати, перемещается в укрытии. Он разве раньше так во время битвы быстро перемещался? Он вроде помедленнее, мне казалось. Ну, ладно. Ой, полиция, блин, рядом прямо. Сейчас найдут. Надо пригнуться. Пригнуться надо, блин. А ну, чувак, давай сюда. Все, Франклин, соединение, зашибись. Давай, звони Франклин. Эй, Майк. В F нам нужно поговорить. Срочно, встреть меня за городом у старых нефтяных вышек. Эль Бурл Хайтс. Проследи, чтобы не было хвоста. Походу, дело серьезное. Слушай, я уже еду. Доберитесь до нефтяных вещек. А, прямо сейчас это нужно делать? В рамках этой миссии? Ну, хорошо, давайте добираться. Дэйв, соединение. Дэйв. Это что вообще было? Ты хоть знаешь, сколько этих ублюдков было в здании? Извини, они не очень хорошие люди, я с тебя это утешу. Что вообще происходит? Какое-то большое дело, что-то связанное с теневым бизнесом. Что-то такое, что стандартными алгоритмами не решается. Те, кто смогут получить контроль бюро или управление, получат огромную прибавку к финансирую. А я-то тут каким боком? Я выхожу из игры, Дэйв. Нет, не выходишь. Ты должен встретиться с моим боссом. Мы будем в центре на площади между зданиями ФБР и управления. Здание и управление? Ты из дуба русла! После той стычки, что была у меня с их агентами. Да успокойся. Нас там искать не будут. Они от нас такой наглости не ждут. Ты меня успокоил. Все, я просто... Ты знаешь, ты лучше того психоаналитика. Я, блин, тебе буду платить за прием. Серьезно. Так ты меня успокоил, козел. Давайте, ладно, налево сейчас поворачиваем. Мы сейчас едем, получается, к Франклину. А потом вместе с Франклином мы поедем к этим гандонам. Или как понять? То есть я не совсем врубаюсь в это все дело. Ну, посмотрим, как нас игра... Как нам игра приоритеты расставит. Так и поступим, в принципе. Главное сейчас доехать живьем, по крайней мере. А то я с такой скоростью еду, что просто пипец. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Аккуратно. Аккуратно. Все нормально. Все хорошо. Смотрите, я почти приехал. Это вот где-то здесь меня ждет Франклин. Ого. Не хренать. Франклин не дождется меня, наверное. Ну, перевернись, перевернись, чувак. Смотрите, как красиво. Они реально... Они прикольно сделали, что они добавили эту фишку, что можно перевернуть автомобиль в любое время. Да, это не совсем реализм, но играть намного удобнее как-то. Эль Буро Хайтс. Пожалуйста. Вот оно Эль Буро. Ой, давай повыше, повыше, повыше. Еще немножко. Мы вообще заедем? Заедем, я надеюсь. Заедем, да. Так. Ну что, привет. Эй, Франклин. Что происходит? Тебе нужно свалить из города. Да мне некуда податься, Стас. Но отправляйся к путешествию. Долго. Что за хрень? Кое-что произошло, понятно? Ты помнишь, я рассказывал тебе про федералов, что они позаботились обо мне, когда я отошел в отдел? А ты отошел? Ну, то есть я так думал, ну как бы да и нет, черт, господи, Франклин. У меня столько легенд в голове, я уже окончательно запутан. Ну, при этом дал мне возможность реально сурбить бабла. На одном твоем деле я заработал больше, чем за всю жизнь. Да-да, я великий вор, но знаешь, тут дело совсем в другом. Так в чем? Че за тема с этим чуваком заберу? А, это мудак, он, конечно, ну, нормальный парень, долбанный хреносок. Давным-давно мы заключили с ним одну сделку. Но все пошло не так, как задумывалось. Погиб не тот человек. И мне пришлось воспользоваться неформальной программой защиты свидетелей. Он помогал мне, я не раскрывал его секреты. И все было круто. Проблемы начались недавно, когда я вернулся к делам. Он появился, начал просить об услугах, поручать мне разные дела. В общем, я работаю на долбанных федералах. Твою мать, чувак! Ну да, твою мать, это еще не самое страшное. Я тебе про Тевера рассказывал? А, блин, черт, кажется, да. Если тебе только кажется, значит, я рассказал далеко не все. Он... Я... В общем, он... Дьявол воплотит. Ну так давай его отправим в преисподнюю. Да-да, удачи тебе с этим. Твою мать, у нас с Тревором давнишние очень сложные отношения. Послушай. В своей жизни я натворил много такого, чего сейчас стыжусь. Ясно? Я никогда не называл себя святым. Но, когда ты познакомишься с Тревором, ты поймешь, что я долбаный ангел. Так что будем делать? Я не знаю. Черт. Попробую сыграть сразу за обе команды. По крайней мере, до сих пор пока не придумаю, как выбраться из этого дерьма. Слушай, корич, ты же мне помогал. Так я понимаю, я сейчас должен вернуть тебе должок. Франклин, это смертный приговор. Братан, давай оставим всю эту херню. Если бюро не тащит тебя в суд, значит все это просто сраный развод. Я не позволю какому-то мудаку загнать меня в долбанный, блин, угол. Дошел бы он нахер, а? Франклин, ты молодчина. Я перед тобой в долгу. Я тебе говорю, я потрясающе его. Я найду для тебя дело, что-нибудь грандиозное. Но сейчас тебе уже пора. Ладно, братан, все ясно. Я с тобой. Ну, смотрите, какие мы кореша. Ну, класс, какой у нас хороший друг, да, Майкл? Или какой у нас хороший друг, да, Франклин? Смотря, кого мы имеем в виду, за кого играем. Дэйв Нортон, актер разблокирован. Выполнено смертник. Расширить. 14-14, 5, перезапуск, перезапуск. А, я понял, перезапуск. То есть из-за того, что я умер, перезапуск, и это как-то снижает рейтинг. Ясно. Ну что, думаю, на этом пока останавливаемся. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий под этим видео, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом. Там внушительное количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее. Прямо перед вами плейлист на GTA 5. Открывайте, если нетрудно, можете нажать кнопочку поделиться внизу, рассказать про это видео своим друзьям. И всем счастливо, всем удачи, всем... Пошла ты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok